Приветствую! Продолжаем разбор законопроектов 10.378 и 10.379. И для того, чтобы вам проще было разобраться, я разбил их на отдельные вопросы и по каждому делаю отдельное видео. Ссылочки на эти видео есть в описании к данному ролику. Здесь же мы поговорим о том, а есть ли такая категория, как принудительная мобилизация, какая принудительная постановка на воинский учет? Вообще, возможно ли такое? И если возможно, то что по этому поводу говорится в законопроектах 10.379 и 10.378? Мне каждый раз хочется сказать свое мнение по поводу этого законопроекта, но еще ни разу не смог этого сделать. Потому что каждый раз, когда я говорю, что этот законопроект появляются вот такие звуки, и я не могу донести никак свою мысль. Но какая разница, что я думаю по этому поводу? Давайте разбираться с тем, что нас ждет. Студенты, первокурсники юридических факультетов изучают теорию государства и права. И они прекрасно знают, что есть такая категория, как государственное принуждение. Государственное принуждение может проявляться в разных формах. Например, известная вам форма юридическая ответственность. Это один из способов государственного принуждения. Когда по решению компетентного органа мы можем, например, на человека возложить штраф. И этот штраф в дальнейшем мы взыщем с него. Придет исполнительная служба и с твоей зарплаты удержит соответствующие суммы. Также мы можем и физически воздействовать на человека. Мы можем задержать правонарушителя. Мы можем этого правонарушителя поместить в какие-то места содержания правонарушителей. И он ничего не может с этим сделать. Вот это все есть механизм государственного принуждения. Хотя это не все его формы. Он более такой всеобъемлющий. Так вот, почему я говорю о государственном принуждении? Потому что вопрос, который мы сегодня рассмотрим, вопрос юридической ответственности в первую очередь, он как раз и связан с государственным принуждением. Но авторы этих законопроектов не просто подошли к решению вопроса путем усиления юридической ответственности. Это они тоже сделали. Но помимо этого, они предусмотрели и другие формы государственного принуждения. И вот об этом всем мы сегодня с вами поговорим. А разбор мы начнем с законопроекта 10.379. И вот здесь мы видим, он в первую очередь предлагает внести изменения в Кодекс Украины о административных правонарушениях и изменить статью 38. Статья 38, она содержит сроки, в течение которых можно привлечь человека к административной ответственности. И вот здесь они пишут, что за те правонарушения, которые совершены в особый период, а у нас сейчас особый период, и если они предусмотрены статьями 210 и 210 прим, к ответственности можно привлечь в течение трех лет со дня его совершения либо выявления. То есть, если мы что-то нарушим, минимум три года с момента нарушения, а то и больше с момента выявления. То есть, теперь по срокам давности вы никак не отобьетесь от штрафа, если будет этот законопроект принят. Идем дальше. Известная нам статья 210. Вот она. Как она изменилась? Что они здесь предлагают изменить? Ну, по сути, это изменить размер штрафа. И теперь этот штраф, вот он мы видим, от 500 до 1000 необлагаемых минимумов. То есть, от 8500 гривен до 17000 гривен. Это за минимальное нарушение правил воинского учета. То есть, тех правил, которые утверждены постановой 1487. Но, конечно, это только начало. Идем дальше. Они предлагают изменить статью и 210 прим. Пропустим первую часть, потому что она сейчас нас не касается. И посмотрим, что же здесь установлено, какая ответственность в особый период. А сейчас именно же особый период у нас. И вот у нас для этого есть часть вторая. И здесь смотрим. От 2000 до 3000. Это тоже штраф. Это, соответственно, сумма 34, либо 51 тысяча гривен. Ну, вернее, от 34 до 51 тысячи гривен. А если мы говорим о должностных лицах, да, вот, по садове особы. То есть, здесь от 9000 до 12000 необлагаемых налогов минимума. То есть, здесь штраф уже получается 9. Это у нас что? 153 тысячи. От 153 до 200... До 204 тысяч. Вдумайтесь, да, 204 тысячи штраф будет. Ну, и это еще не все. Дальше они здесь говорят про то, что протокол можно не составлять в этой ситуации. Но это ладно. Хотя это плохо, конечно. Но это мы переживем. А вот что действительно такое яркое, на что хочется обратить ваше внимание, это вот эти изменения в статью 263. Здесь установлены сроки задержания человека. И мы с вами знаем, что на сегодняшний день человека можно задержать для установления личности до трех часов. Ну, и для составления протокола, опять же, до трех часов. А здесь они указывают следующее. Смотрите, срок до трех часов для составления протокола. А в необходимых случаях, ой, даже зачеркнулось оно, для встановления особы тазъясувания обставин правопорушения до трех дип. Вот вдумайтесь, до трех суток человека теперь можно задержать. И по сути, по сути, за что можно задержать? За любое нарушение законодательства об обороне, о воинской обязанности и воинской службе, за нарушение, любое нарушение правил воинского учета, за нарушение законодательства о мобилизации. То есть, перечень оснований для задержания человека просто огромнейший. Но и это еще не все. Это все, кстати, в рамках административного права, так сказать. Дальше они предлагают изменить статью 336 Уголовного кодекса. Мы ее все хорошо знаем. Это та статья, которая предусматривает ответственность уголовную за уклонение от мобилизации. И здесь есть прекрасная норма. Они хотят дополнить эту статью словами следующими. У тому числи видмову, видпроходжения, медичного огляду или куванья. Итак, вдумайтесь, за отказ от ВЛК, либо за отказ от лечения, на которое вас направляет ВЛК, можно получить от 3 до 5 лет. Более подробно этот вопрос я разбирал вот в этом видео. Насколько это все соответствует Конституции Украины, другим законам Украины, как это согласуется, я разбирал. Но я, честно говоря, здесь очень надеюсь, что эта норма не будет принята. Но это всего лишь надежды. И вот разобрались мы с законопроектом 10.379. И если вы думаете, что это все самое страшное, нет. Нет, еще раз нет. Есть еще более интересные вещи, интересные формы государственного принуждения. Они у нас есть в законе 10.378. А этим законам вносятся изменения, в том числе и в закон о правовом режиме военного положения. И вот их можно найти на 67-й странице. И будем мы смотреть вот эту, часть пятую. Вот она наиболее интересна. Часть пятая говорит о том, что осуществление консульских действий в консульствах и посольствах Украины будет предоставляться для мужчин только в случае, если у них есть, вот он, вийсково-обликовый документ. То есть, если человек сейчас выехал из Украины и у него нет военно-учетного документа, государство отказывается предоставлять консульские услуги. И, конечно же, государство говорит, что мы неплохие ребята, мы хорошие ребята. И поэтому они говорят, что все равно в некоторых случаях, в некоторых случаях, и вот перечень этих случаев, мы все равно предоставим консульские услуги свои. И, например, вот такие консульские услуги, как оформление удостоверения для возвращения в Украину. Говорят, мы тебе предоставим, пожалуйста. Ну и другие там услуги, такие экстренные, готовы предоставить. Но ни доверенность уже вы не сможете там оформить, ни паспорт получить, ничего. Ну что здесь сказать? Идем дальше. Дальше мы идем и находим вот эту статью 20 прим. В этой статье написано следующее, что те люди, которые не выполнили обязанности, вот, не выполнили обязанности, предусмотренные частью 3 статьи 22 закона Украины о мобилизации. А напомню, в соответствии с этой статьей указано, что мы должны явиться по повестке в ТЦК и ИСП и в течение 20 дней с момента продолжения мобилизации обновить свои данные. Причем обновлять свои данные мы обязаны без повестки. И вот если мы это не выполним, если мы это не выполним, то что будет? Начальник ТЦК и ИСП обращается к тем органам, которые являются управителями единого реестра должников и подает проханья, вот он, зверненья подает. И на основании этого обращения вводятся следующие меры принуждения. Запрет на выезд из Украины. Причем кто-то сейчас посмеется, скажет, ну и так запрет есть. Так запрет есть не для всех. То есть если у человека, например, есть там кто-то с инвалидностью, либо у него есть инвалидность, он сможет выехать, да, сейчас. А вот когда внесут вот этот запрет, он уже не сможет выехать. Все, закрыто для него. То есть он приезжает, говорит, я инвалид, вот у меня документ о инвалидности, пенсионное удостоверение. То нет, выехать ему не разрешат. Помимо этого, людям хотят запретить операции с движимым и недвижимым имуществом. То есть продать автомобиль, продать квартиру, либо приобрести это все вы уже не сможете. Но автомобиль вам и не нужен, в принципе, потому что право на управление транспортным средством вам будет ограничено. Вы не сможете им управлять. Ну и не сможете удостоверение водителя получить, потому что вам это тоже будет запрещено. Запретят и пользоваться своими средствами. То есть если у вас на счетах в банке будут средства лежать, то их заблокируют. Они никуда не денутся. Ни квартира, ни машина, ни эти средства. Но пользоваться вы не сможете. А для того, чтобы вы вдруг не схитрили, да, и сказали, да ладно, заблокировали и все, я пойду кредит возьму. А ось вам. Кредит и займ нельзя будет вам оформить. Ну и самое такое на закусочку. Вот здесь ограничиваются льготы и не предоставляются услуги от государства. Все эти меры, они отменятся тогда, когда человек выполнит свои обязанности и явится в ТЦК ЕСП. Ну и понятно, нет смысла в принудительных мерах, если человек уже выполнил свою обязанность. Вот что нас ждет с вами, если будут приняты эти законопроекты. Как мы с вами видим, как я вам и говорил, что будет усиление одних мер принудительного характера. И появятся дополнительно другие меры, которые призваны к тому, чтобы обеспечить выполнение гражданином его конституционной обязанности по защите независимости и территориальной целостности Украины. Обращаю ваше внимание, что это всего лишь законопроект и нет никаких гарантий, что он станет законом, что даже если примут закон, то примут именно в той редакции, с которой мы сейчас с вами ознакомились. Будем следить за развитием событий и чтобы не пропустить новости по этой теме, подписывайтесь на мой YouTube канал. Также приглашаю вас в Telegram канал. Там, как правило, новости появляются гораздо быстрее, чем на YouTube. Ну, а я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.